Даронин Алексей. Симбионты. Часть 3. Внизу между тем разыгралась короткая, но страшная драма. Огромный мутант мгновенно стряхнул себя дремоту, развернулся навстречу приближающейся цепочке чужаков. «Сейчас что-то будет», – подумал крысолов, слыша глухое ворчание гигантского зверя в ответ на тявканье более мелких, но более агрессивных и быстрых тварей, похожих своими голосами на инопланетян. Трудно было разглядеть подробности, но все же он видел силуэты. У них были длинные вытянутые челюсти, а задние ноги казались длиннее передних. Этим объяснялась их странная манера бега. А дальше события сместились вплотную к дереву. Псовы окружили медведя, а заодно и сосну. Гигант попытался контратаковать и бросился на одну, вырвавшуюся вперед, разевая пасть. Крысолов увидел, как они сцепились, а затем подоспели остальные. И мишка исчез под массой налетевших на него существ, как под черным приливом. Крысолов почувствовал, как мурашки бегут по коже. Как бы не привыкли глаза к темноте, но со своего наблюдательного пункта он мог видеть далеко не все. Гораздо больше слышал. Сначала был многоголосый рев и взвизги, топот, звук рвущейся шкуры и хруст костей. И было неясно, кто побеждает. Но минут через пять шум драки затих, и раздалось монотонное чавканье. В свете луны Василий видел только черные спины, а вся трава внизу в лужах крови. Ему показалось, что он видит, как выдираются внутренности и тут же проглатываются гиенами. Через четверть часа у подножья дерева остался обглоданный скелет в ошметках мяса. Можно было разглядеть и череп. Они обглодали его до костей, как пираньи, монстра размером с машину. От него осталась треть, а аппетит у них отменный. Может, надо было бежать, пока они заняты? Нет уж, дудки, сразу бы почуяли, а удрать по прямой нереально. И сколько минут им понадобится, чтобы оставить один костяк от меня? Василий попытался немного сменить позу, чтобы не затекали ноги. И распорол руку об острый сучок. Отдернул ее, едва не упав, и что еще хуже, от неожиданности вскрикнул. Ёп! Раньше, чем он успел перевязать руку тряпицей, кровь закапала вниз. Ближайший к нему псовый монстр, который уже оторвался от трапезы и теперь что-то рыл у подножья ствола, вдруг поднялся на задние лапы, дав себя рассмотреть. Это было зрелище не из приятных. Насколько это существо казалось ненастоящим, искусственным, сшитым из лоскутов, будто старинная детская игрушка-самоделка. У него была неровная шкура с проплешинами, в которых пульсировало нечто похожее на живую плоть. Неужели раны у них так быстро затягивались? Все-таки это была не гиена, а пес. Более крупный подвид, хоть и, наверное, родственный. Тварь застыла и навострила вытянутую морду. Раскрылись и щелкнули челюсти, похожие на дуги волчьего капкана. Потом зверь отрывисто рыкнул. Его голос эхом прозвучал над равниной, и почти синхронно остальные повернули головы в одну сторону – к дереву. В кровавой симфонии запахов они почуяли новую ноту – запах человеческой крови. Да и слух у них был превосходный. Поднялся дикий рев, рык и гвалт, но быстро стих. Они поняли, что человек недосягаемый, что его придется брать измором. Хоть они и были сыты, но не отказались бы от добавки. А может, просто нравилось убивать. Ну уж нет. Крысолов понял, что скрываться дальше не имеет смысла. Скинув ружье и приложив его к коре толстой ветки, он выстрелил из гладкого ствола. Пуля ударила ближайшую тварь в грудь. Он увидел, как из раны потекла кровь. Та пошатнулась и завыла, но не упала. Хотя человека это не удивило. Это не звери, а демоны. Словно по команде с разных сторон, несколько созданий бросились к дереву. И тут бродяга понял, что его позиция не так уж безопасна. Один хищник оттолкнулся от земли и взметнулся в воздух, лишь немного не дотянувшись до его ноги. А когда человек отдернул ее, следующий цербер прыгнул еще выше и опять едва не ухватил его за сапог. Надо было переползать на одну из боковых ветвей. Там в шести метрах над землей его не достанут. Но даже если дерево засохло совсем недавно, мертвая ветка может и не выдержать. Поэтому он поднялся по ней только чуть-чуть, как компромисс. Слово «страшно» не передавало десятой доли от чувства охватившего его. Даже здесь ветвь потрескивала. Она может продержаться полдня или даже день, но вряд ли выдержит его вес вечно, слишком тяжел. Да и ерзать нежелательно. Бестии не думали уходить. Было их не меньше десяти, но точно посчитать трудно. Потому что они постоянно двигались и кружились. Та, которая получила пулю, уже никак не выделялась. Видимо, рана ее не очень беспокоила. «Они не отстанут», – подумал Крысолов и снова взял ружье. Патронов оставалось 40 штук, но большинство 12-го калибра. Винтовочных мало. И всех вместе может не хватить. При неудачных попаданиях создания могут остаться живыми и после трех выстрелов. А ведь еще могут быть промахи. Тут пригодилась бы картечь, но ее нет. Да и развилка от его движения и отдачи при стрельбе может переломиться раньше времени. Слова молитвы не шли. И фальшивым казалась сама мысль обратиться отсюда к богу. Вместо этого он просто стиснул зубы. Надо было подождать, когда они остановятся и перестанут кружить. Страх им, похоже, был незнаком. Он не был снайпером, да и руки онемели, поэтому следующие три пули прошли мимо. Четвертая слегка задела одну из тварей. Зато пятая попала в брюхо. Отчего-то она начала дико выйти кататься по земле. Запах крови заставил сородичей на время забыть о двуногом и обратить свои взоры на нее. Следующим выстрелом, видимо, помог Всевышний, а может, души тех, о которых он хоть раз вспоминал. Всадил пулю калибра 7.62 другому существу в висок. И то упала, как подкошенная. Вы смертные паскуды! Оставшиеся твари хоть и были сытые, но накинулись на поверженных собратьев, клацая зубами и скрижища когтями. Тот, что с пробитым брюхом, отбивался, но ему быстро разорвали живот и вытащили кишки. Начали пожирать, пока тело еще шевелилось. До ушей человека долетал треск рвущейся кожи и мускулов, хвуст разгрызаемых костей. Какая же силища у них, а инстинкты? Похоже на программу роботов. Жрать, уничтожать и жрать. Думать об этом было не досуг. Они могли загнать его не просто так. Это похоже на паранойю, но они могли ждать прихода кого-то, своих хозяев, для которых он и его группа переселенцев не просто добыча, а угроза. Он хотел выпустить по своре все оставшиеся патроны, но удержался. Вместо этого достал из рюкзака несколько продолговатых брусков. Находка, сделанная на одном из складов. Мало кто знает, что с помощью тротила или других взрывчатых веществ можно не только глушить рыбу, но и охотиться на наземную дичь. Хоть на медведей, хоть на слонов. Если не лень подбирать далеко отлетевшие куски, а уж на людей за милую душу. Доказано террористами и партизанами всех материков и всех цветов кожи. И как же он мог забыть про эти штуки? Нет, не забыл. Просто берег для другой цели. Но патроны тоже надо поберечь. Один брусок начал поджигать, остальные сунул в карманы разгрузки. Скользкая оболочка норовила выпасть из рук, а микрофордов шнур никак не хотел загораться от китайской зажигалки «Зеппа». И то, что бродяга держал брусок окровавленной рукой, было задумано не случайно. Гротескные скачки адских псов, а теперь их чавканье и клацанье зубов, каждый из которых был длиной с палец, стали сильным испытанием для психики. Неудивительно, что зажигалка выпала из трясущихся пальцев. Но были еще два коробка спичек. Он зажег спичку и поднес горящий огонек к кончику шнура. Не сразу, тот перескочил на него и пошел по шнуру вверх. Сначала робко, потом все быстрее. Выждав еще пару секунд, Василий бросил тротиловую шашку, целясь туда, где скопление шевелящихся спин было самым плотным. Пиршество шло полным ходом, но от дерева они немного удалились и теперь поедали другого сородича. Сколько всего эти проглоты уже съели. Неудивительно, что они вымахали такими большими. Но ему не было дела, каких мелких или крупных зверей они лопают. Он хотел только, чтобы они сдохли. В последний момент мелькнула мысль. Лишь бы от взрыва не сломалась. Вспышка раскрасила темноту, а грохот заглушил звуки, издаваемые тварями. Вверх полетели куски земли и чего-то красного. Крысолов едва удержался на своем насесте. Он увидел, что несколько тварей уцелели и уже не мог остановиться. Отсчитал пять секунд и бросил второй брусок взрывчатки. Дерево снова затряслось так, будто хотелось сбросить себя на стырного человечушку. Уши болели, словно в них винтили по шурупу. Но после того, как рокот взрыва затих, внизу установилась полная тишина. И дело было не в том, что он наполовину оглох. Просто вся стая нечисти лежала грудами обезображенной плоти. Пахло едкой смесью испаленой шерсти, нечистот и какой-то химии. Даже добивать, тратя пули, никого не понадобилось. Когда к нему вернулась способность думать, Василий начал спускаться по стволу вниз, повторяя путь далеких-далеких предков, слезших со своего африканского дерева в саванну. Накрапывал дождь, но прибор в кармане молчал. Тут действительно были чистые края, и вода в облаках не несла в себе радиации. Вот только у дождя есть жирный минус. Руки могут соскользнуть, и тогда он... Словно нарочно с неба начало лить сильнее. Надеюсь, они сделали, как я сказал, и сидят в укрытии. Может, не надо было разделяться. В этот момент кусок коры оторвался у него под рукой. Хотя он лазил по деревьям с раннего детства, этого оказалось достаточно, чтобы от нервного импульса человек на секунду потерял равновесие. А потом мышцы подвели его. Даже неясно, усталость была виной, пораненная ладонь или просто старость. Но рука разжалась, а нога соскользнула с выступа на стволе, и Василий полетел вниз с высоты двух человеческих ростов. Вроде бы невысоко, но этого оказалось достаточно. Почва под самым деревом была совсем не мягкой и очень каменистой. Оно будто бы прорастало сквозь бетон, и корни поднимались над землей, будто дерево хотело уйти. Вот на них он и упал. Что-то хрустнуло, и в спине словно взорвалась осколочная граната. Нижняя половина тела онемела, перестала слушаться команд. Амба! Похоже, позвоночник. Крысолов лежал. Рядом с ним была лужа звериной крови и внутренностей, от которых исходил резкий тошнотворный запах, но не было возможности даже отползти. Его вырвало, и он повернул голову, чтоб не захлебнуться. Какая только чушь не лезет в голову, когда лежишь полупарализованный и ждешь, чтобы тебя сожрали, потому что это избавление. Почему-то он подумал о людях, которых убил за эти годы. Не напрямую. Сам он мокрое дело не жаловал, но косвенно. Заманивал в ловушки, чтобы забрать их барахло. Такой вот бизнес-план. Сначала ездил по ушам о том, что далеко на юге, севере или востоке есть дивные места. Потом, когда уезжали, забирал себе то, что осталось после них. Либо вызывался в проводники и заводил в дебри, а там уже люди готовы были сами бросить лишнее, чтобы спастись налегке. Это другие звали его крысоловом за ловлю гигантских нутрий. А сам он помнил сказку, в которой человек сначала утопил в море крыс, а потом, когда горожане ему не заплатили, их детей. Хоть он ее и не читал. Книг Василий вообще не читал. И вот понял, что сам стал монстром из книжек или дурацких фильмов. Просто потому, что пытался выжить. Даже раньше глубоко внутри он слышал голосок. «Ты что-то творишь, так нельзя!» Но затыкал ему глотку. Обворовывал, обжуливал, оставлял без еды. И считал это нормальным. Мол, судьба у них такая. А иногда и вовсе говорил себе. Мир жесток. И люди, если не хотят сдохнуть, пусть привыкают и никому не верят. Пусть его за ценный опыт благодарят. Он никогда не считал, сколько людей погибло в таких походах. Их количество было каплей в море. Конечно, от того, что творилось вокруг. Но на его совести они теперь висели тяжелым грузом. В рай с таким точно не пропустят. Нет, он до сих пор не верил, что есть настоящая загробная жизнь. Раньше еще и бравировал этим неверием перед корешами, пока у него они еще были. Мол, когда мы отбросим копыта, в нас заведутся черви. Вот и вся жизнь после смерти. Он и сейчас не верил в чудесные райские сады. Но чувствовал, что некий вселенский порядок, где за все плохое надо платить, существует. И то, что с ним случилось, это доказывало. Правда, еще его опыт говорил, что и за хорошее, за все сделанное для других платят тоже. И хорошие люди часто погибают первыми. Вот ради этой кармы, ради успокоения, он и собирался совершить свой единственный добрый поступок после сотни подлых и мерзких. Да и тот до конца не довел. Крысолов не мог сказать точно, сколько прошло времени. Он уже не чувствовал боли. Похоже, оставался один выход. Из какого-то кино вспомнил, что такие травмы позвоночника и спинного мозга даже раньше не лечили. А в этом мире инвалид и вовсе обречен. Даже если его найдут люди, каким-то чудом сюда зашедшие, зачем им такая абуза? Плохо слушающийся рукой потянул к себе ружье, упавшее вместе с ним. В мыслях это сделать проще, чем на деле. Но, наконец-то, он настроился на встречу с добрым боженькой. Хотя, говорят, тех, кто едет без билета, высаживают совсем на другой станции. Неважно. Трясущийся рукой приставил дулок подбородку. Сухой щелчок. Осечка. Точнее, отсрочка. Попозже можно попытаться еще раз. Со вздохом странного облегчения человек приподнялся, насколько мог. И вдруг увидел, как через равнину движется вереница светлячков. Он принял их за фонарики, которые могли принадлежать только людям, и зачем-то посигналил в ответ собственным фонарем. На что ты надеешься? Огоньки застыли, а потом понеслись в его сторону. Люди так быстро не бегают. Только тогда он опознал в огнях светящиеся, как у кошек в темноте глаза. Но это были глаза не мелких четвероногих. Они двигались на такой высоте, что могли принадлежать только тем, кто идет на двух ногах. И это не люди. Они явились, не запылились. Демоны, бесы. Донесся знакомый вой, который не спутаешь ни с чем. Обезьяны нагоняли им жути на жертвы и, может, общались между собой. Войте, войте. Только легкие себе надорвете. Я почти оглох. Похоже, барабаны и перепонки лопнули. Он слышал про людей, которые теряли разум от звуков этого голоса и сами шли к ним в пасти. Или застывали, или впадали в панику и бежали черт знает куда. А может, все это байки. Сам он тоже умел задуривать голову. Теперь он не слышал почти ни хрена. А они приближались к уродливой сосне. Каждый шаг громом отдавался в голове Василия, хотя передвигались они тихо. Любой из них явно был не меньше гиены по массе, да и по силе тоже. «Спокойно, спокойно. Немного осталось. И я к вам приду». Непонятно, кому сказал крысолов слух, доставая из кармана разгрузки последний брикет взрывчатки. Ближайший к нему гуманоид склонился на трупом гиены, запустил в него когти и одним рывком лапы оторвал большой кусок мяса со шкурой. Потерзал и отбросил. Поднял окровавленную морду и заревел. В пасти мелькнули огромные клыки. Те, у кого такие зубы, не могут питаться растительной пищей. Мясо должно быть их основной едой. Это суперхищники с самой вершины цепочки. Ночь была, похоже, неистащима на ужасы. Они могли его и не заметить, если бы не фонарь. Но они все-таки шли за ним и рано или поздно все равно нашли бы. Он знал, что у них острый нюх и прекрасный слух. Наверное, они смогут выследить детей до завода. И тогда единственное доброе дело в жизни, которое он делал, преодолевая сомнения, сорвется. И его душа уж точно попадет туда, куда ей давно положено. Надеюсь, эти мелкие паразиты выживут. Сюда! Замахал крысолов им рукой, как старым друзьям, понимая, что трижды обречен. У меня для вас есть кое-что. Специальное предложение. Всего один день. Последний баррикет взрывчатки. Особенный. Помещенный в мешок из плотного полиэтилена. Внутри пересыпались разные мелкие предметы, металлические. И с памятью всплыли слова мертвого кореша о том, что в святые девяностые так решались проблемы с конкурентами. От безоболочного взрывного устройства толку мало, говорил тот. Вот с гайками, гвоздями, шариками из подшипника самое то – моща. Валили одного из волыны или тормозной трос у машины подпиливали, чтобы убился, а потом подрывали остальных такой машинкой на кладбище. Это называется бизнес-план. Чистая прибыль. Эх, время было. Так Вася и сделал. Конечно, он надеялся, что применить эту штуку удастся по-другому, когда он сам будет далеко, метрах в дустах. Но, увы. В следующую секунду стальные пальцы ухватили его за лодыжку и повлекли, обдирая кожу о камни. Окровавленные пасти склонились над раздавленным и слабым человеком, но он успел выставить вперед, как пропуск в лучший мир, свою самодельную бомбу, который уже подходил по фитилю крохотный огонек. Хорошо, что спичка не подвела. В последний миг крысолов со злорадством успел заметить в глазах ближайшего чудовища что-то похожее на испуг. «Ну что, образина, боишься?» промелькнуло в голове, как молния. «Ты, безмозглая тварь, а я человек, я этот мир создал, я и разрушил, а не солнца, вирусы и метеориты». А потом, туго набитый железками мешок, в сердцевине которого была взрывчатка, взорвался, сделав из него кровавую отбивную. Взрыв разметал все и вся, нафаршировав осколками и кусками раскаленного металла существ, тянущих к человеку свои руки клешни. Больно не было. Просто удар, ощущение рвущейся плоти. Потом на крохотную долю секунды ему причудилось, что земля удаляется, будто он возносится в небеса. И почувствовал облегчение. А дальше все заволокло тьмой. Когда пыль осела, а дым рассеялся, на месте взрыва оказалась неглубокая воронка. Несколько обезображенных куч мяса лежали вокруг нее. Мертвая сосна устояла. От самого подрывника остались только изуродованное туловище и оскаленная в ухмылке голова. Взлетев вертикально, она повисла в развилке между голыми ветвями. Глаза закрылись, лицо разгладилось в вечном покое. И куда мы теперь пойдем? Спросил Жанну самый младший из мальчиков, теребя ее за штанину. Отстань, пожалуйста! Девушка лихорадочно думала о том же. Они ждали долго, но проводник, похоже, обманул. Почему-то не верилась, что тот погиб. Еще на островке она подозревала, что он жулик, но не сказала отцу. Теперь оставалось только ругать себя за это. Наверняка бросил их и сам уже далеко. Они были дураками, что поверили. Никому верить нельзя. Даже то, что он дал им карту местности, не очень поможет. Надо идти. Хотя, может, и нет никакого чудесного плоскогория, волшебного, как град Китеж и Ильдорадо в одном флаконе. А есть самое обычное, совсем не такое, как их проводник расписал. Множество мыслей теснилось в ее голове. Вдруг там нет людей? Или есть, но плохие? Вдруг там живут такие же гиены, птички или обезьяны? Или все кишит ядовитыми насекомыми? На потрепанной карте поверх обычной схемы автодорог были нанесены знаки и значки. Неровная область к северу от этой точки была закрашена зеленым. Путь туда вел всего один и был обозначен стрелочкой. Плоскогорье. А рядом коряво написано «То самое зеленое». До него еще 10 километров. Выбора не было. «Пойдемте быстрее». Собрала она детей в кучку. «Часа за три доберемся». Подвесной мост через разлом выглядел очень ненадежным. Он был устроен с помощью четырех натянутых веревок, к двум из которых были прикреплены деревянные перекладины, а две служили перилами. Мост предательски раскачивался и поскрипывал. Эта трещина в земной поверхности выглядела так, будто возникла не очень давно. По меркам гор. Для людей это все равно был долгий срок. Поколение сменилось. Из одного рваного края торчал обрывок толстого кабеля, похожего на змею, из другого обломок водопроводной трубы. Цивилизация раньше тут все-таки была. Дети с тревогой смотрели в пропасть, внизу тек ручей. Разлом тянулся в обе стороны, насколько хватало глаз. Жанна размышляла, какие явления в недрах создали этот провал. Мысли пугали. Такая мощь никогда не будет доступна людям, подумала девушка. «Пошли, смотрите только на ступеньки, вниз не надо». Самым маленьким помогли перейти старший. Видя, что несколько детей мешкают, Жанна поторопила их. «Твари могут в любую минуту подойти, хотите, чтобы они вас съели?» Через пять минут все были на противоположной стороне. Дорога вела вверх, но подъем был равномерным и вскоре прекратился. Они достигли высшей точки, откуда открывался обзор на много километров. Ясная погода этому способствовала. Плоскогорье было на самом деле долиной, похожей на чащу, окруженной кольцом гор еще выше. Они защищали его от ветра. Обезьян нигде не было видно. Зато они заметили другое. Ровные ряды однотипных зданий в один этаж, собранных из металлических конструкций. Такие должны не очень страдать от землетрясений. Другая улица состояла из палаток и тут до путешественников дошло то, что Жанна поняла чуть раньше. Ветер трепал рваный брезент, металл покрывал ржавчина. Всюду было запустение, грунтовая дорога заросла высокой травой, а через некоторые палатки поросли кусты незнакомого вида. Другие сгнили до основания. Несколько выглядели так, будто сгорели и остались одни пепелища. Пара автомобилей, дверцы распахнуты, стекла разбиты. Их встречал брошенный лагерь. Много таких возникало раньше по всему миру, в удаленных от побережья уголках, куда люди бежали из мегаполюсов. В этом, как и в других, давно уже никто не жил. Зато тут была вода. Она увидела колодец и заглянула в него. Были укрытия. Возможно, найдется и пища. Надо проверить все здания и контейнеры с оружием на готове. Но уже чувствовалось, что климат на плоскогорье гораздо комфортнее того, что был внизу. И даже лучше того, что был в горах по дороге. Пронизывающего ветра не было. Через долину протекал ручей и раскинулось несколько больших сосновых рощ. Трава была мягкой и изумрудной. «Мост надо разрушить», сказал Илья, озираясь. «Или хотя бы разобрать. Потом, если понадобится, соберем обратно». «Вот ты этим и займешься, пожалуйста». «А с каких это щей ты главная?» «С таких», ответила она. «Но ты можешь это оспорить, если у тебя хорошие аргументы». «Да ну тебе, опять говоришь загадками». Мальчик махнул рукой. От его внимания не ускользнуло, что Жанна смотрит на него как-то непривычно. И ему это понравилось. Им придется обживать это место, засеять поля семенами, часть которых они нашли по пути, а остальные рассчитывали собрать с местных одичавших огородов. Ловить в ручье рыбу, проверить, если тут мелкая дичь, с которой можно справиться, не тратя патроны, и нет ли тут опасных животных. И уточнить, сколько всего дорог ведут на это плата. Ведь схеме нельзя полностью доверять, учитывая, что крысолов составлял ее с чужих слов. Да и сам тот еще пройдоха. Может потом они найдут и других людей, но не раньше, чем подрастем. Все это время они тут и там спотыкались о странные побеги, похожие на лианы. Кое-где они образовывали настоящие заросли, оплетали предметы и строения. Чтобы зайти в дома, их пришлось рубить с помощью мачете. Из одной лианы потек беловатый сок. Надо теперь тщательно отмыть руки. Даже здесь нельзя расслабляться, пока они изучили все вдоль и поперек. В какой-то момент Джане показалось, что внутри рассеченного побега пульсирует что-то живое, но чего только не померещится от усталости. На этом находки не закончились. Хотя было только начало лета, тут и там землю уже покрывали сплошным ковром красные ягоды. Земляника. Точно она. Но гораздо крупнее, чем дикая. Почти как садовая, которая на островке у них обычно плохо росла. Она не может быть ядовитой. Хорошо. Для начала можно подкрепиться ею. А потом хорошо бы пособирать грибы. Тут росли шампиньоны, очень крупные и мясистые. Лезли прямо из земли. только поковыряй холмики и вот они. Вскоре дети заметили скачущего зайца, тоже крупного и непуганного. Похоже, с пищей тут проблемы не будет. Надо только расставить силки. Из записей в капсуле времени замурованной в пещере Антарктика земля Мак Робертсона Я не знаю, кто найдет эту запись, но если вы читаете это, значит вам удалось расшифровать ее с помощью кода, который я поместил на металлопластиковой пластине. Я сделал ее долговечной и постарался, чтобы для воспроизводства не требовался сложный прибор. Я понимаю, что читать это будут не люди, даже если это окажутся наши потомки. Сразу простите меня, но эта запись будет сбивчивой и скорее похожей на разговор с самим собой, чем на послание в будущее, но другой не будет, а остальные из нас восьмерых, насколько я знаю, ничего не оставили. Немного вернусь в прошлое. Вы не можете точно знать, как погиб мир, но у вас наверняка есть легенда об этом. А если вы добрались сюда, у вас уже должны быть археология и палеонтология. Что ж, все было настолько бредово, что любые мифы по сравнению с реальностью выглядят правдоподобно. Кто я такой? Я не ученый с мировым именем, не атлант, а средней руки морской биолог и полярный исследователь самоучка. Мое имя вам тоже не нужно, я не гордый. Я начну свой рассказ с банальной мысли о том, что смерть это то, что предсказать проще всего. Мы, люди, так много думали о конце света, что совсем не удивились, когда он начал наступать в 20-х годах. COVID-19, SARS-CoV-3, SARS-CoV-4 были только началом. Потом пришла индийская чума, вырвавшаяся с территории Индии бактерии высокой резистентности, вызывавшая смерть у 70% зараженных. Лечению антибиотиками она практически не поддавалась, зато быстро мутировала и распространялась по бедным странам с неразвитой медициной, как пожар в степи. А потом добралась и до богатых. К слову, Индия была самой густонаселенной страной, располагалась на юге Евразии на полуострове. Там развитая промышленность, роскошь элиты и древняя культура соседствовали с нищетой основной массы населения. А еще почти не было контроля за использованием дешевых поддельных лекарств. Несколько штаммов этой бактерии принесли смерть тем, чьи организаторы уже были ослаблены легочными вирусными инфекциями. Антитела и клеточный иммунитет вырабатывались, но слишком поздно. Разносчиков становилось слишком много, они не умирали быстро, а были живой лабораторией для патогенов. Так зараза могла совершенствовать свое оружие и средства преодоления защиты. Коллективный иммунитет всегда запаздывал по сравнению с изменчивостью вирусов и бактерий. И даже денег государств и фармацевтических компаний было недостаточно, чтобы преодолеть законы природы. Скученная в городах и нежелающая отказаться от перемещения по миру и неуемного потребления населения посетила старуха с косой. Впрочем, я увлекся. Даже если вы разберете эти термины и метафоры, вам это ничего не даст, кроме удовлетворения любопытства. Скажу главное, мир от этого не погиб, хотя умерли сотни миллионов. Эффект паники и истерии намного перекрывал последствия самой болезни. Невиданный экономический мегакризис тоже не смог уничтожить людей как вид, но цивилизация в том виде, в каком мы ее знали, с относительной сытостью и безопасностью, с прогрессом и потреблением, с туризмом и наукой закончилась. Та, которая могла планировать, притворять жизнь глобальные проекты, бороться, хоть и непоследовательно, с глобальными угрозами. Где было ООН и ВОЗ? Впрочем, я опять увлекся. В общем, это такие международные организации, которых я считал и считаю бесполезными дармоедами, несмотря на то, что они иногда давали нам гранты. Но новые угрозы они полностью проворонили. Вскоре возобладал принцип «умри ты сегодня, а я завтра». Начались конфликты за благоприятные места для жизни. Все богатые и сильные государства начали строить сначала стены, а потом убежища и стационарные и плавучие ковчеги. На словах для спасения всего населения, а фактически для элиты финансовой или военной. К этому времени некоторые из приморских территорий уже были оставлены из-за наступления воды, а ведь там находились наиболее развитые экономические территории. Начался голод и разруха. Температура продолжала повышаться постепенно, как и уровень воды, но внезапно произошел резкий скачок. Именно тогда начался отсчет дней потопа, который застал мир врасплох и превратил планету в одну сплошную голливудскую климатическую антиутопию. Вы не знаете, что такое Голливуд? Почти то же самое, что Болливуд, но дороже. Говоря о его причинах, мы так и не успели в них разобраться, прежде чем он постучался в каждую дверь. Я не климатолог, но я знаю, что даже когда объем выбросов в атмосферу немного снизился накануне потопа, средняя температура продолжала расти. Я знаю, что на тот период пришелся максимум векового цикла солнечной активности Глейсберга, знаю про газовые гидраты на дне мирового океана, а еще про перенос воды из мантии на поверхность в составе мантийных плюмов, горячих потоков, поднимающихся от ядра земли к ее поверхности со скоростью до нескольких метров в год. Проходя через так называемую транзитную зону, они захватывали из нее воду и переносили собой на поверхность глубин в 400-700 километров. За два года до потопа было зафиксировано повсеместное повышение вулканической и сейсмической активности даже в геологически спокойных районах, но в последнее я верю мало. И, конечно, это могло быть совпадением. Мог ли человеческий вклад в виде сжигания ископаемого углерода послужить триггером? Возможно, но не для сейсмических явлений. Тут триггер мог быть другой, возможно, связанный с попытками потепления и потоп остановить. Что если половину ядерного арсенала не просто сняли с вооружения, а боеголовки не просто уничтожили? Загадки. У меня нет ни желания, ни возможности это узнавать. У меня даже больше нет компьютера. Нельзя исключать синергический эффект всех этих факторов. Эффект камешка, запускающего лавину. А может, лавина сошла сама. Да это и не важно. Допустим, что когда-то и на Венере, второй планете нашей звезды, была жизнь. И что нам задело через миллиарды лет, отчего она погибла? Все произошло не моментально. Сначала в некоторых регионах Земли даже радовались теплу. Повысилась продуктивность сельского хозяйства, стали мягче зимы, начала таять вечная мерзлота. Но как ни парадоксально, где-то существовал дефицит чистой воды, и все это вытолкнуло из бедных тропических и экваториальных стран волны беженцев, которые богатые страны не смогли остановить. Несмотря на то, что вскоре пограничные службы начали стрелять на поражение, а к охране рубежей от голодных толп подключили части регулярной армии, дронов, а потом и оружие массового поражения. Глобальной войны между военными блоками так и не случилось. Вместо этого началось великое переселение народов. В тысячах локальных и этнических конфликтов границы перекраивались каждый месяц. Резня стала привычным делом и уже никого не шокировала. Но я не просто так сказал об органической жизни на других планетах. Здесь, в Антарктике, изучая горы, получившие название «Хребты Безмолвия», они освободились ото льда, когда потоки кипящей воды и лавы прошлись по южной полярной шапке. Наша международная исследовательская группа сделала открытие, которое могло бы перевернуть науку, если бы не апокалипсис, который уже наступал. В дни, когда крупнейшие города заливали волны, так что только небоскребы торчали из воды, мы нашли жизнь, которая древнее нашей на сотни миллионов лет. Или она нашла нас. Мы занимались работой по инерции, просто чтобы не сойти с ума. Кому нужна биология и глицеология, когда мир погиб? Пробурив скважину уже тающим льду, который залегал в естественной полости в горе, мы поняли, что вода в подземных пещерах под этим островом, который раньше был скрыт ледником, содержит уникальную экосистему. Там не было никаких монстров огромных размеров, никаких тварей со щупальцами и зубами, только колонии микроорганизмов, которые ни на что на планете не похожи. В них содержался один то ли организм, то ли сложное химическое соединение. Это не вирус, не бактерия, не грибок. В земной классификации просто не придумано царство для этого – создание. Мы называли его химерион. Если он имеет земное происхождение, то его эволюционные пути разошлись с остальными таксонами органической жизни где-то 4 миллиарда лет назад. Либо он возник из неорганической материи независимо. Хотя у меня есть и другая теория. Были в той пещере и более привычные нам земные организмы – грибки, бактерии, одноклеточные и многоклеточные водоросли и даже 10 видов кишечно-полосных. Думаю, они попали туда в краткий по геологическим часам миг, когда пещера соединялась с поверхностью. Все они анаэробные и термофильные, энергию им никогда не видевшим солнца давали горячие геотермальные источники. Это тоже были невиданные существа ни одного знакомого семейства. Но все-таки это была земная жизнь, и их объединяло одно – в каждой клетке содержались химерионы. А чуть позже мы поняли, что они не просто находились там, а управляли поведением клетки на каждом этапе жизни. Но куда более эффективно, чем могут это делать вирусы. Они способны были не только разрушать и заставлять штамповать свои копии, и не только заражать другие обычные организмы. К счастью, мы спускались туда в герметичных скафандрах, хотя о каких-то негативных эффектах еще ничего не знали. Вскоре мы поняли, что это бомба. Мы проводили опыты на дрозофилах, кольчатых червях, мышах и, наконец, на нескольких пойманных рыбах и полярных птицах, а заодно на их икринках и яйцах. Прививали им химерионы. Результат поразил нас. Когда химерионов набиралось критическое число, они начинали полностью перестраивать организм. Особенно, если попадали в него на стадии формирования, взрослый организм претерпевал лишь небольшие изменения. Нас больше всего интересовали именно перестроенные эмбрионы, то, что из них получалось вырастить. Многие организмы становились крупнее и агрессивнее, некоторые внешне почти не менялись, но у всех появлялась удивительная подвижность и выносливость, повышалась энергоемкость, а некоторые становились ядовиты для обычных земных организмов. Словно формировалась своего рода активная и пассивная защита, но и с нападением у них было все в порядке. Их мышцы при таком же объеме функционировали вдвое-втрое эффективнее. Их приспособительные механизмы удивительны. У некоторых вместо гемоглобина появился гемоцианин того типа, который может более эффективно переносить кислород клеткам. На земле кровь на основе меди, а не железо имели только некоторые головоногие и членистоногие. Мы же увидели такое даже у наземных позвоночных животных. Было еще много мелких улучшений конструкции, которые выглядели так, будто природа совершенствовала их миллионами лет. Причем по плану. Глаза, суставы, трахеи, покрову, ферменты, нейроны. Все наши опыты заняли 4 года. Но еще задолго до их конца я понял, что не знаю только одного. Сколько лет им понадобится, чтобы загнать земную биосферу в резервации в тех уголках мира, где условия для химерионов окажутся не очень подходящими. Они менее активны в разреженной атмосфере, а низкие температуры замедляют их метаболизм. Отсюда начнется крестовый поход нового типа жизни. Когда-то крысы, мангусты и даже домашние кошки уничтожали целые островные экосистемы. Но я не боюсь, а хочу этого, потому что терять уже нечего. Эта находка абсолютная угроза, какой биосфера Земли не знала, но она же наше спасение. Поэтому я выпущу все образцы на свободу и распылю сами пробы с химереоном с помощью аэростата. Новые морские течения, вулканизм, даже в Антарктиде проснулось несколько новых вулканов, и стратосферные воздушные потоки ускорят распространение. Трансформации подвергнется и растительный, и животный мир, и микроорганизмы, конечно. Не сомневаюсь, что и без меня вода добралась бы до этой колонии, которая может быть не единственной подо льдами. Но я хочу дать процессу хоть небольшое, но ускорение. Пусть святой Дарвин сойдет на эту землю. Обезьян у нас с собой не было, но один из нас, который меньше всего хотел жить, без разрешения ввел себе химерион. Вначале мы решили, что чем крупнее организм, тем ниже вероятность выжить при трансформации. Млекопитающие погибали очень часто, но не в ста процентах случаев. Вскоре у нас были преобразованные мыши. Мы сделали уточнение, чем сложнее мозг, тем тяжелее процесс перестройки. Именно нейроны слабое звено, а не мышцы или соединительные ткани. Но он все равно возможен, хоть и несет большой процент брака. Из моих семерых коллег, двое из которых заразились специально, а остальные случайно, один умер сразу, один чуть позже, а остальные обратились. И все из них, кроме одного, точнее одной, ушли, уплыли, вплавь, через холодное море. Я думаю, они погибли от усталости и голода, даже если проплыли десятки километров, потому что их интеллект был, как у новорожденного, хотя силы хватило бы, чтобы убить меня, если бы я попытался им помешать. Я думаю, мало людей при трансформации в зрелом возрасте смогут сохранить достаточный интеллект, чтобы добыть себе пищу, и они погибнут поодиночке, брошенные нормальными, а иногда и убитые, застреленные, и даже сожженные теми и страха. Но я знаю, что есть и те, кто сохраняют разум, хотя бы частично. Кроме меня осталась одна женщина, которую я знал до всего этого, до нашей экспедиции. К сожалению, она не захотела жить, но оставалась в трезвом уме до конца, даже когда разыскала и вколола себе сильнодействующий яд. Я был очень опечален, но сам я так не поступлю, я знаю, что у меня есть шансы. Я начал эту запись еще не зараженным, но потом случайно поранился при контакте с образцами и получил свою дозу. Вряд ли я успею разместить капсулу в безопасном месте и запечатать пещеру, если потеряю разум. Но если вы найдете ее в целости, значит, я не сошел с ума, даже став мутантом, а смог завершить работу. Я уже меняюсь, стала иной кожа и крепче мышцы, но разум мой не уходит, значит, надежда есть. И это шанс для остатков человечества. Не нужно избегать заразы, как вроде бы должны делать разумные люди, не нужно бороться. Наоборот, надо вдыхать хемерионы и поглощать их с пищей, употреблять вместе с водой. Кто-то от этого заболеет, а кто-то и умрет, но останется достаточно, чтобы могло родиться следующее поколение. Эволюция работает именно так. Великий Дарвин благословляет и отбор, и симбиоз. Мы все равно пройдем через бутылочное горлышко, когда численность популяции сократится до нескольких тысяч особей. Плодитесь и размножайтесь, движимые инстинктами, найдите себе подобных, и пусть родится новое поколение. Дикое, но более приспособленное. А потом неизбежно разум проснется снова, даже если пройдут сотни тысяч лет. Да, мы ничего не сможем унести от старого мира, ни Джоконду, ни периодическую таблицу, ни алфавит, ни даже способы разжигания костра. Все великие произведения погибнут с нами, все открытия озарения забудутся, весь опыт поколения обнулиться. Вам пришлось начать с чистого листа, даже не варварами, а абсолютными дикарями, почти животными. Ничего, откройте все заново. Механизм изменчивости химерионовых клеток, я не представляю, как это работает. Если бы я верил в чудеса, я бы сказал, что это магия, он эвристический, дикарей, тоже результат симбиоза. Я бы сказал, что это граничит с разумным замыслом Творца Вселенной, если бы верил в эту чушь. Там, где земным организмам понадобились бы миллионы лет на перебор вариантов, измененные обходятся несколькими поколениями. Как? Почему? Если вы нашли этот тайник, то вы знаете, что такое митохондрия, ДНК, РНК. Наверное, вы разобрались и в процессе химерионовой трансформации лучше, чем я, ведь на нем основана ваша жизнь. Может, химерионы, соединенные в сеть, обладают разумом и планируют модификации наследственности организма своего хозяина, вернее, целой популяции хозяев, таким образом повышая шансы на выживание и процветание своей колонии. Все может быть. Но людьми вы уже не являетесь. Вы наследники, но вы не люди. И пусть, люди не справились с задачей и то, что они не угробили планету, а дали это сделать силам хаоса и природы, случайность. Настало время для новой версии. Я верю, что все ограничения, которые есть у нее сейчас, когда я это пишу, она преодолеет и заселит всю Землю. И если даже на неразумных созданиях химерионы могут творить чудеса, то каких высот они достигнут в симбиозе с разумом этот вид, ваш вид, будет уже по-другому. Откуда этот универсальный паразит-симбионт взялся? Я думаю, был такой же метеоритный поток, как тот, что прошел мимо Земли накануне катастрофы. Вы, наверное, уже знаете, что такое облако Орта и поиск Опера. Может, когда-то этот камень выбило из совсем юной Земли, и он путешествовал отсюда до орбиты Плутона вместе с кометной глыбы из камня и льда, а потом вернулся обратно миллиарды лет назад. Микроорганизмы чудовищно живучи и могли уцелеть даже при полете человеческих аппаратов Земли на Марс, и там тоже может быть жизнь. А вирусы? Их неземные аналоги. Вы представляете себе их жизнестойкость. Хотя они не живые, так что может к нам из космоса вернулся наш земной изгнанник, как блудной сын. Запись заканчивается, а я пока не чувствую никакого ухудшения физического состояния или когнитивных способностей. Похоже, мне повезло. Останусь здесь, пока жив, продукты еще есть, и я смогу ловить рыбу и птиц, теперь даже руками. Постепенно замолчали радиостанции. Я ни разу не видел ни корабля, ни самолета, но я не скучаю. Здесь, на хребтах безмолвия, теперь мой мир и мой пост, пока смерть не освободит меня. Первого из новых. С возвращением в реальность. Если вам понравилось наше путешествие в мир великой катастрофы, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну, а если вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И, как всегда, до встречи в следующих мирах.